Барышня и кулинар Потряси Нет, мне тут надо ждать, минут 10 точно Я быстрее нарежу мясо Ну, а два минута, два Можешь взять бутылку с маслом Своими ручками Такую, желтую или зеленую? А, рафинированное масло Можешь взять? Желтое, бери рафинированное масло Давай, я открою тебе крышечку Ай, только ногти аккуратно Ногти аккуратно, бери масло Вот так вот, да? Я сейчас сделаю, как будто это я Как будто у меня накрашенные ногти Как хорошо, у тебя получается Ты тренировался? Ага, я так вот заливаю в казан Много масла А что мы сегодня готовим? Салат Сан-Стефану, Телятина, Порт-Руж Что это? Это такое югославское меню Салат Сан-Стефана Это салат с острова Святого Степана В Черногории Да Никогда не была в Черногории Говорят, там красиво Порт-Руж это очень красиво Я там каждый год бываю А Телятина Порт-Руж это такое-такое местечко Знаешь, Порто-Червы итальянцы? Порто-Червы, да Вот такое только в Словении Чуть подешевле А вот это что такое? Это пробы Что это? Это айва? Это айва Да, я сейчас добавлю сюда айвы Ммм, какая вкусная айва Мы будем готовить телятину С айвой? По-настоящему, да, с айвой Сейчас покажу вам пару-тройку секретов Смотри, мы, очень важно Мы накаляем масло практически до дыма И опускаем туда целую луковицу Почему мы готовим в чугунном каком-то казане? Значит, мы готовим с тобой телятину Здесь мы с тобой будем готовить салат Салат на сковородке? Салат на сковородке Первый раз мы готовим салат на сковородке Когда мы готовили салат с помидорами и жаренными кабачками Ты помнишь, да? По-настоящему вкусное мясо может получиться только на проверенном масле Которое не горчит, не изменяет вкус Я использую борхас Мне нравится Ну, начну я, как всегда, с лука Лук для мяса Вот та лукса, на которую мы сейчас выкаливаем масло Она нам будет не нужна А зачем мы выкаливаем, а не масло? Объясняю Масло придет какой-то аромат специфический Забирает аромат Нам тоже хорошо разогретое масло Сейчас поймешь, для чего А луковица забирает аромат перегара Перегара? Да, оно подчищает масло, конечно Как это так? Ну вот ты когда масло... Объясни мне Ты видела когда-нибудь, когда масло дымится? Начинает пахнуть горелым маслом Ну да, горелым маслом таким, да Луковицу уберет запах горелого масла Да ты что? То есть можно в горелое масло кинуть в луковицу, она не будет горелой? Не, не, луковицу надо кинуть в масло до того, как она стала горелой А-а-а Господа, не путайте До того Да, до того кидаем луковицу, как сгорело масло Да, до того, как она стала горелой, по-старому начало Действия надо делать последовательно Твои ноги тебе помогают не резать лук, да? Ты же плакать начала? Нет Да? Еще А зачем ты палец в рот засовываешь? Если у меня смажется лак, это так проверяется, высохла или нет На язык А-а Вот это бахание руками, там А некоторые сушат лак пеном Нельзя недооценивать мужчин Они часто распознают наши маленькие хитрости Знаете меру? Ведь честность иногда не повредит Смотри, телятина, как мы порезали, миленько с тобой Это тоже очень важно Хорошая телятина, вырезка Резать? Резать, все так же резать Кругляшочками, да? Да Вот луковицу В отскаленном масле Она должна стать практически черная Луковица Ты пока начинаешь резать болгарский перец Я не могу Аничка, когда сможешь Вот большими кусками Вот такими кусками Ты потом нарезаешь перец Да? Тут все, его не съешь Вот так ты нарезаешь У нас кабачок И вот такими же тонкими полукольцами Ты мне потом нарезаешь баклажан Хорошо? А можно даже вот такими полукольцами Как тебе будет нравиться Большими все кусками Эти овощи нам понадобятся для салата Миш, ну ты понимаешь, что я это буду делать все очень медленно? Когда высохнут ногти? Когда? Сестра? Имя, сестра Ну, через пять Я потерплю Я буду аккуратно очень Вот так Вот такими кусочками тебе надо Лезть? Ну, чуть потоньше Да, вот хорошие Хорошие кусочки Да, вполне Вполне Ты будешь их жарить? Я буду их обжаривать, да Кабачки и баклажаны? Кабачки, баклажаны И болгарский перец Вот это тебе тоже? Да, это тоже мне Клади сюда Давай я туда лучше клею Не-не-не, сначала баклажаны Сначала баклажаны Теперь болгарский перец лезь А, кстати, баклажаны еще помогают курильщикам бросить курить Потому что там есть очень маленькое содержание никотиновой кислоты Хватит тебе столько? Эээ, мне Почему мне обязательно? Почему обязательно? Я все у тебя буду ждать Какой-то запах уже пошел Такой лук прям стоит в моей кухне Хороший Если бы у тебя У тебя были в детстве фрункулы? Мне к столу бы сказано Вот лучше Лучше, чем Вы с Несского помогали от фрункулов жареные луковицы Мне мама прикладывала, фрунклы привязывала И на утро фрункла не было И у меня запах жареной луковицы Всегда ассоциируется с детством Не знаю, я тебе могу рассказать кучу способов Как избавиться от мозолей Потому что на коньках всегда натираешь ноги Если у вас появилась кровоточащая мозоль Вы натерли новыми сапогами или туфлями Жутко болючую мозоль до мяса Нет, не лук Берите яичко вареное Счищайте с кожуры яичко Маленькую пленочку прозрачную Прикладывайте к мозолю И заклеивайте лекопластырем На утро эта пленочка превратится во вторую кожу И мозолей не будет Серьезно? Да Видишь? Так, ты ее выкидываешь? Засыпаем в это же масло уже мелко нарезанное лук Можно я еще кусочек айвы съем? Пожалуйста, пожалуйста Мелко нарезанный лук Засыпаем Туда Он начинает у нас кипеть И вот тут ноу-хау, Аня И дорогие товарищи зрители Обычно первым засыпают масло Мясо А я засыпаю фасоль В раскаленное масло Ух ты Я сразу засыпаю фасоль с луком И она сейчас будет у меня кипеть В этой фасоль В раскаленном масле Несколько минут Потому что телятина Вот то, что мы с тобой приготовили Готовится буквально Ой Там тоненькие маленькие кусочки Она будет очень быстро готова Для чего нам яйца? Для салата Так, теперь мы добавим обязательно шафран Чуть-чуть барбариса И я видел у тебя где-то красный перец А вон он стоит на столе Вижу, 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 вижу Для цвета морковь Туда же к фасоли Это все нам пригодится Барбариса? Да Как он выглядит? Покажи мне, я никогда не видела Ух ты, а это что, ягода или что такое барбарис? Это сухая ягода барбариса Барбарисовые конфетки? Да, да, да И смотри И обязательно добавлю туда же айву Барбарисовую Айву? Да Я вообще впервые вижу, когда что-то готовят из айвы Я очень люблю айву Когда-нибудь я приготовлю тебе плов С айвой Хурюком Барбарисом Настоящей зерой Хочешь телять, мне хочется Ой, айва это Мое самое любимое варенье это айвовое Вкусно, согласен А еще я люблю варенье из кизила И я люблю, а из ореха, из грецкого Из грецкого ореха А ты знаешь, что это варенье из грецкого ореха Одно из самых полезных вообще вещей на свете Да вот видишь, какие у нас с тобой совпадающие вкусы Далее в нашей программе Подозрения барышни Еще не какой-то активный, Михаил Ты куда-то собираешься вечером Совершенно беспочвенно Не будь с друзьями в бар Мы за здоровый образ жизни Хурить я бросил По-настоящему бухать так и не начал И за здоровый аппетит Я пожрать Что позволяет и спортивную форму сохранять Вау, вау И девушек радовать Боже мой, это обед для меня, ура Напоминаю, что мы готовим блюда угославской кухни Салат с острова Святого Стефана в Турногории Салат жарен на сковородке Кабачки и баклажаны Кабачки, баклажаны и болгарский перец А телятину портеруш делаем без телятины И вот тут ноу-хау, Аня Прямо сейчас восстанавливаем мясную справедливость в кастрюле Я бы, если честно, не добавлял бы уже ничего Никакого бы... Мяса? Так, ну мы не можем не добавить мяса Мы не можем не добавить мяса Прекрасно Лучок, так айбу мы порезали А если барбарисы, интересно, делают варенье? Конфеты же делают? Да, делают, компост делают Конечно, варенье делают Я не знаю, как делают конфеты Помнишь? Ну барбариски Два вопроса, которые дети чаще всего задают родителям Что было раньше, курица и лицо? И как повинно попадают в карамель? А ты, кстати, как бы ответил на вопрос Что было раньше, курица? Кто, вернее, был раньше, курица или яйца? Одновременно Помнишь, как у Райкина? Одновременно Пить, курить, хлорить Я начал одновременно Одновременно Никто меня не учил Болгарский перец все режь Чеснок Тонко Или большими кустами? Вот я тебе показал как Я же тебе какая-то невнимательна за ногтями За своими, а? Ничего не видел Я тебе показывал, 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 показывал Показывал Круг нарежем чеснок Так на четыре части Ногти гораздо важнее болгарского перца Я понимаю, что ногти гораздо важнее болгарского перца А как часто женщина делает маникюр? Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что по-разному Но я стараюсь делать часто Потому что я считаю, что Вы знаете, дело-то зависит вообще не в деньгах Есть у тебя деньги, нет у тебя денег Это не важно А сделать себе маникюр может любая женщина позволить это А поэтому я считаю, что женщина должна быть со чистой головой И хорошим маникюром Вот для меня это показатель просто ухоженной женщины А женщина только тогда женщина, когда она на собой ухаживает Скажи, а вот некоторые мужчины делают маникюр Ты к этому как относишься? Прекрасно я к этому отношусь Да, неплохо Девушки, комплименты нужны не только вам Мужчины тоже дают от заслуженной похвалы Хвалите их чаще и будете счастливей Я когда приехал только из Волгограда И поехал на какой-то там семинар Там 10 лет назад Нет, больше, чем 10 лет назад И были мы там в родином семинаре То ли в Турции, то ли где-то И московские наши коллеги Мужики вдруг с того не всего Утром сказали, что мы пошли делать маникюр И пошли в парикмайкерскую Но я был в шоке Причем они не были похожи А потом я понял, что это там гигиена Нет, ну мужчина так же должен на собой ухаживать Ты не знаешь, что он Что он голубых кровей Мне кажется, что мужчина просто, который делает маникюр Ну педикюр уж там ладно, но маникюр Твои руки все на виду Руки это как лицо Руки как лицо Так, пейс готов Давай, 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 давай Все Все Сковороды Все Пожарить Практически как раз отой Клади Теперь Ты берешь Так Ложку, в которой мы будем делать салат И режешь туда Помидор Один свежий болгарский перец Так И чеснок Вот учил Режу Учил, что попка от перца нужная штука, да? Но учил одному, что выкидывать нельзя Но надо же все-таки доделать Это все Надо же все забрать Ты мне так не говорил Ой, и говорил, и показывал Нет Телезрители не дадут соврать Да? Все Вот так А крупненько мы режем помидорчик Для салата Ну, как тебе нравится Вот так Средненько Ну, хорошо, чтобы сок с него стек Да Да, и несколько Несколько зубчиков чеснока тоже Ногти высохли, могу теперь работать с полной силой Работать, работать Творить Чудеса В решете Так, готово Один перец, один помидор в салатнице Что еще? Два помидора должно быть Два? Да, много перени Яйца Все это я режу, прекрасно Два помидора, много земли Как классно, как быстро и диетически главное Боже мой, это обед для меня, ура Все Теперь зальем Смотрится потрясающе Кипятком Добавим еще чеснока и оставим уже тушиться А что касается овощей Тут надо очень внимательно Тут надо вот эти уже готовые баклажачки Прямо так вот вытаскивать Вытаскивать, за которые, чтобы они не пригорели Да? А то есть мы опять горячее перемешиваем Горячие овощи с жареные овощи Они должны быть холодные, но термически обработанные Да? Все Это обратно Большими кусками Теперь Яйцо Яйцо, да Теперь нам нужен Вот где нужны ногти, чтобы уцепиться за луковицу Нам нужны колечки Яйцо мелко режу, чтобы оно растворилось в салате Ну тогда лучше его подавить Зачем тогда его резать? Взяла бы вилочку и подавила Я люблю Так надо салат так, чтобы его можно было жевать А я люблю, когда яйцо, не жуешь, когда яйцо такое как бы размазывается по салату И дает такой вкус желтка Мне очень нравится Если у нас все сегодня оранжевое, давайте чуть-чуть шафрана добавим Шафран в свое время за него убивали Самая дорогая пряность Потрясающий цвет шафрана Перца Перца Вау Ты знаешь, как баскетболисты Вау 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 Ты что-то там насолил, по-моему, чересчур, нет? Не, ну мы же сейчас салатами солили с тобой Ну вот Наше мясо немного подрумянилось Теперь в казан нужно налить горячей кипяченой воды Так, чтобы она почти полностью покрыла телятина с фасолью После этого тщательно мешаем и добавляем лаврушки Закрываем Ты еще какой-то активный, Михаил, ты куда-то собираешь с вечером? Не будь с друзьями в бар Нет, друзья же не по этой части Я же не по бухашке А по какой части? Помнишь, она детская Когда же бабушка дождет, я уже перестану пить вот эту тишку И буду бухать бухашку, курить куриску Как детский вредит И вот я же Так по какой же вы части, Михаил? Курить я бросил Так, наверное, я ел баклажатку Год назад, 11 февраля прошлого года По-настоящему бухать так и не начал Даже до 45 лет Молодец Я пожрать Я же не только готовить, я же есть тоже люблю А-а-а А так много хороших мест Так, что дальше? Зелень, да? Я люблю много зелени Это отдай Отдам Нет, это нам не нужно Нет Это не нужно И теоретически у меня жаль, что уже готовы Красивые Так вот прям Ты уже можешь их ко мне высыпать в салат? Ну я бы еще их под... Еще потуши, чтобы они помягче стали Вот неправильно, наверное, резать одновременно укроп и петрушку Укроп, петрушку и кинзу? Да Почему? Ну потому что они все равно разные травки И, наверное, укроп режется по-своему Петрушка по-своему Анечка, здесь все режется по-твоему Ну, смотри, как ты уже, а? Вот это вот, и ногти уже, а? Так, что сюда еще у нас идет в салат? Все овощи только наши А, заправку мы должны сделать Какую же? Анечка, заправку Алипковое маслечко? Бери какую-то посудинку Вот лимончик Лимончик Так Так Это сыр Ой, сыр в салат такой красный Зачем мыть лимон? Мы же будем выдавливать сок Не важно, все равно надо мыть лимон Давай Перец Ну, сначала перец, а потом заправку Давай-давай-давай-давай Выдавливай лимон Или я буду выдавливать Нет, давай ты будешь, у меня сил не хватит Хорошо, соль Сырь туда? Сыр в салат Весь? Весь Сыром много не хватит Сыром, да Кашу не испортишь Да А лук А лук в салат тоже свежий идет? Не надо Ты знаешь, не стал бы У нас же там есть Не стал бы Масло давай Оливковое? Да Оливковое Да, давай нерафинированное Вот это, да-да-да-да Для салата Наливай Салат или соус? Соус Соус Салат Салат С качап Сколько масла? Безинфекция Ты как-то рассказывала Я тебе взяла масло для рук Да-да-да, я помню После лимона Лимон сушит А масло... Еще добавляю Еще добавляю Хватит? Зелень в салате уже, что ли? Да Теперь бери бальзамик Чуть-чуть Острого красного перса Прям совсем чуть-чуть Прям туда чуть-чуть, да? Разбрызгай Добавля, добавля, добавля Достаточно А-а Достаточно Ммм, соли Чеснока Да Я куда же я без чеснока? Да Куда же я без чеснока? Я же в отношении чеснока пифагорист Нет, нет, чеснок, я считаю, что вообще это запах чеснока, он даже не раздражает Потому что это настолько полезно Послушал тебя 6 месяцев назад Запах чеснока не раздражает Это настолько вкусно И это такая дезинфекция, что людям даже, которые там очистительные курсы проходят, там, да, голодают, чистятся Даже им разрешают на выходе из голода есть чеснок, потому что он дезинфицирует, убивает все микробы Пробуй Кушайте чеснок, и пусть от нас от всех пахнет одновременно и вкусно Далее в нашей программе Гастрономические привычки Кто же не любит поесть с утра в воскресенье Кулинарные открытия Знаешь, я никогда не думала, что можно сырые овощи смешивать с тушеными, жареными овощами Полная свобода, никаких табу И закономерные выводы У нас отличные продукты, у нас прекрасные повара, у нас хороший тандем И у нас прекрасное настроение, мы любим поесть Напоминаю, что сегодня мы готовим блюда народов Балканского полуострова Никогда не была в Черногории, говорят, там красиво Порте-рус, это очень красиво Живописный салат Сан-Стефано и аппетитная телятина Порте-рус Устоять невозможно, да и не нужно Мясо с фасолью тушилось минут 20 Теперь можно закинуть в казан пару-тройку чайных ложек томатной пасты Она придаст нашему блюду благородный цвет Ну и посолить не забудьте Сейчас самое время Все готово у меня Теперь, Анечка, по поводу фасоли с мясом Если наши, дорогие телезрители, хотят тушеную фасоль То можно прям подавать ее с бульоном Если вы хотите, чтобы мясо было чуть более обжаренным Просто выложите его в сковороду и подержите 5 минут на сковородке И мясо обжарится, и это будет уже такое мясо с фасолью Вкусно! Не забудьте, кстати, фасоль прежде, чем готовить, замочить на ночь Обязательно замачивайте на ночь фасоль Очень вкусно Обязательно Ой, как пахнет! Мама моя дорогая! Так бы и стоял Чтобы приготовить телятину портеруш Налейте растительное масло в казан Или в большую кастрюлю с толстым дном Хорошо раскалите масло И обжарьте в нем мелко нарезанный лук Потом закиньте в казан замоченную с вечера фасоль Дайте ей покипеть в масле А потом добавьте шафран Барбарис Красный перец Некрупно нарезанную айву И мелко нашинкованную морковку После этого в кастрюлю можно класть телятину Когда мясо немного подрумянится Налейте в казан горячей кипяченой воды И потомите блюдо на медленном огне До готовности фасоль Да, и пару-тройку ложек томатной пасты Положить не забудьте Тушеная телятина портеруш Готово Если вы предпочитаете жареное мясо тушеному Переложите содержимое казана в сковородку И обжарьте в течение 50 минут Каждый вариант хорош по-своему Приятного аппетита! Все, у меня все готово Мишечка, да, вот у меня тоже готов шоу Давай Выкладываем Только перемешай сначала А, сначала, да Чтобы сыр был везде А, да, да Горячие овощи Да, да, да Ты прав Прекрасно Пахнет-то как, мама дорогая Вот такой салат я ел На острове Сан-Стефана Я потрясающе красивый Андреатико вокруг тебя Знаешь, я никогда не думала, что можно Сырые овощи смешивать С тушеными, жареными овощами А я никогда не думала, что это так вкусно На самом деле, это такое Такое разновкусие И так это полезно Я заправляю, да? Никаких табу, Ань Никаких табу У-у-у-у А смотри, что мы сделаем сейчас Мы сейчас с тобой Выложим фасоль И еще буквально две секунды Ой, какой аромат Сыр подплавился А какой ты аромат хотела У нас отличные продукты У нас прекрасные повара У нас хороший тандем И у нас прекрасное настроение Мы любим поесть Да, 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 да Кто же не любит поесть с утра в воскресенье? С утра в воскресенье всегда хочется есть А ты все уже вылила, да? Да Ой, как запах резаного яичка, да? Я тебе говорю, да С овощами Да, отлично У нас все хорошо? Диетический салат Тут ничего нет Овощи, яичко и сыр Класс Белковая овощная еда Супер У меня здесь тушеная эва Лучшая В воскресенье в обед Ничего не придумаешь Сейчас я еще запробую Заценю, вам скажу Салат Сан-Стефана Это очень вкусное сочетание Свежих и термически обработанных овощей Баклажаны и кабачки Нарежьте тонкими полукольцами А болгарский перец Прямоугольными ломтиками Обжарьте овощи в растительном масле Когда они станут мягкими Закиньте в сковородку Кольца репчатого лука Немного шафрана И чуть-чуть красного перца Тем временем Подготовьте свежие овощи Нарежьте пару помидоров Один болгарский перец Несколько долек чеснока И укроп с петрушкой Еще понадобятся Сваренные вкрутую И мелко нарубленные яйца Положите все в одну большую миску Туда же пересыпьте Обжаренные овощи Из сковородки Теперь заправка Смешайте черный перец и соль Выдавите в них сок одного лимона Потом щедро плесните Туда же растительное масло И бальзамический Или винный уксус Добавьте мелко порубленный чеснок Вот и все Осталось только заправить наше блюдо Посыпать тертым сыром И хорошенько перемешать Салат Сан-Стефана Получился невероятно красивым Но поверьте Его вкус Нисколько не уступает внешнему виду Салатик Вот, а Представляете, я такое ел В Словении Я не была, кстати, в Словении Не каждая Очень красиво Ну я съезжу обязательно Съезжай, съезжай, съезжай Есть очень хороший анекдот По этому поводу, знаешь По поводу съездить А жена приходит домой Недовольная И в это время Муж возвращает с работы Она начинает ему жаловаться Ой, милый, понимая Сегодня загружали Мой Мерседес С платформы Он упал Разбился Покупала шубу из Соболя Она оказалась Молью побита Муж тебе говорит Послушай, дорогая Можешь тебе куда-нибудь съездить? Она говорит Ой, милый С удовольствием Куда? Она говорит Хорошо бы по попе Ой, как красиво Класс Ну, степень Проварки фасоли Это тоже оставляем На вкус Наших телезрителей Кто хочет, чтобы она была Мягкой-мягкой То должен еще минут Двадцать-тридцать ее подержать Кто хочет, чтобы она была Альденте Как я люблю Альденте Тогда Самое время снимать И не забывайте Что фасоль очень полезна Она снимает стресс И очищает ваши зубы Поэтому ешьте ее всегда Вы не будьте толстыми Будете худыми Здоровыми И совершенно спокойными И будьте такими же умными Как я И красивыми Умными, как я Красивыми, как Семенович Наоборот Красивыми, как ты Красивыми, как ты Красивыми, как Семенович И умными, как я Наоборот Ну что, давай попробуем Я возьму Сейчас себе сделаю такой микс Баклажан Кабачок Болгарский перец Жареный болгарский перец Яичко И жареный лук Гурма Красиво, да? Ммм Как вкусно Готовьте вкусную еду И ни в чем себе не отказывайте А главное Не теряйте хорошего настроения Ешьте правильно Вкусно И вы всегда будете в форме Как я И он Ваша барышня и кулинар Красавица И умник Именно так Приятного аппетита Барышня и кулинар Пальчики оближешь Вкусная еда Посмотри, послушай Здесь рецепты лучшие Сможешь ты найти Всегда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok